Афир Первого Приднестровского продолжает вопрос дня в студии Виолетта Ганина и Татьяна Врамогла. Здравствуйте. Начнем с Рыбницы. Сегодня есть повод поговорить о том, как обстоят дела на Рыбницком цементном комбинате. 6 ноября 1961 года запустили первую линию по производству цемента. А что сейчас, об этом поговорим с нашим гостем. С нами на связи Максим Дитзверг, генеральный директор Рыбницкого цементного комбината. Максим Олегович, здравствуйте. Добрый вечер. Максим Олегович, комбинат производит цемент, известь, а теперь еще и бетон. Заказы есть? РЦК сейчас работает на 100% загружен? Ну, что касается бетона, то заказы есть, потому что мы бетонную линию ставили прежде всего за своих нужд. Сегодня предприятие реализует несколько больших проектов. И мы, проанализировав, поняли, что нам значительно эффективнее приобрести свою бетонную линию и производить бетон для себя. Ну, скоро мы делаем качественный бетон, потому что для себя заинтересовались клиенты. Мы стали продавать его и уже нашим партнерам. Делаем как для себя, делаем качественный бетон, поэтому клиенты есть. И я надеюсь, что мы в этом плане будем только развиваться. А где ждут Рыбницкий бетон? Какие рынки сбыта? Ну, это прежде всего Рыбницкий район на сегодняшний день. Это главный сегодня рынок. Ну, а так мы готовы доставлять бетон по всей республике. Это и Босары, и Каменка, и Террасполь. У нас есть и транспорт, есть и специалисты, есть технологи, которые могут подобрать бетон для нужд конкретного производства. Есть качественная лаборатория, которая контролирует качество. В этом плане мы подняли уровень контроля качества над бетоном до уровня контроля качества над цементом. Это многого стоит. А что по поводу экспорта? Есть ли проблемы? По поводу экспорта мы сейчас работаем. Нам необходимо получить дополнительные документы, сертификацию в Молдове. Ну, ближайший рынок для нас Молдавский. Через мост у нас Резинский район. Я думаю, что в перспективе это наш будущий рынок сбыта. Максим Олегович, вот еще вы сказали, что у вас высокое качество. Значит ли это, что наши бетонные дороги, которые так активно строят в Приднестровье, будут действительно качественными? Отвечаете ли за то, что действительно дороги не лопнут, не встанут на дыбы? В общем, вот этот вопрос волнует. Это во многом зависит от проекта и от качества строительства. Но что касается качества подбора материала, конкретного бетона, то здесь мы можем гарантировать. Мы используем основное сырье для производства бетона. Это цемент собственного производства. Поэтому мы знаем этот цемент с момента его добычи в карьере. Основным сырьем для производства цемента является известняк, который мы добываем в своем карьере. Мы знаем, как этот продукт ведет себя в бетонах, поэтому можем гарантировать конечное качество при строительстве любых инфраструктурных объектов. Мы уже заговорили об экспорте, а что касается цемента, здесь есть трудности? С чем сейчас сталкиваетесь? Ну, трудности с продажами есть всегда, потому что мы работаем на рынке с высокой конкуренцией. Сегодня мы продаем наш цемент в Молдову и в Румынию. Это всего лишь два рынка зарубежных, куда мы выходим. Надеемся, что в скором времени для нас откроется и украинский рынок. Мы сегодня работаем примерно на 30-40% от своих производственных мощностей. Ну вот смотрели сегодня архивные кадры, как запускали цементный комбинат. Ну вот пыльное у вас, конечно, производство. Сейчас какая ситуация? Как с экологией у вас? И люди не жалуются на рыбницкую пыль? Что касается запуска предприятия, то это была действительно всесоюзная стройка. Здесь работало много энтузиастов и специалистов со всей страны. От Дальнего Востока до Западной Украины буквально в смысле слова. Мы сегодня только вспоминали тех людей, которые запускали завод. Первого директора Казарина, он как раз таки с Дальнего Востока приехал сюда. И вся инженерная команда приехала к нам оттуда. Сегодня могу сказать, что завод работает с хорошей командой, работает со специалистами высокого уровня. И я думаю, что первые поколения цементников могли бы гордиться теми людьми, которые сегодня работают на предприятии. Вопросами экологии мы занимаемся уже не менее шести лет. Когда были закуплены первые рукавные фильтры на цементные селоса, они показали высокую эффективность. С того времени мы вкладываем значительные средства в экологическую программу. Ну а примерно год назад мы ускорили темпы реализации нашего экологического проекта, поскольку мы проанализировали законодательство, которое начинает работать в государствах на внешних рынках. И поняли, что для того, чтобы продолжать там торговать, нам необходимо поднимать наши экологические стандарты и работать уже по нормам, которые значительно строже, нежели действуют сейчас. Хотя сейчас мы и не нарушаем никаких законодательных требований в плане выбросов. Но для того, чтобы мы сохранили за собой рынки, сбыта, нашу долю, мы должны в течение года-трех реализовать ряд крупных экологических проектов и вложить сюда не менее 8 миллионов долларов. Большая часть фильтров уже закуплена. И в декабре уже прибудут большие фильтры для печей, которые мы будем монтировать в начале следующего года. Это фильтры, которые произведены ведущими немецкими производителями подобного оборудования. То есть оборудование качественное. Но наша проблема – это рабочие руки. То есть мы изыскали средства для того, чтобы закупить оборудование, но для имплементации этого оборудования требуются дополнительные усилия и дополнительные расходы немалые. Раз уж мы заговорили о рабочих руках, то тоже хочется вспомнить архивные кадры, где голос за кадром объясняют, что на производстве очень много молодых сотрудников. То есть этот завод был действительно комсомольцем, приходили туда работать. А сейчас на производстве есть молодые люди? Приходит молодая кровь, так скажем, на производство? Вы знаете, приходит много молодежи. К сожалению, значительная часть и уходит. Не потому, что они не вписались в команду, может быть. Я думаю, что основной вопрос – это, конечно, заработные платы, которые мы сегодня не можем обеспечить, к сожалению, нашим работникам. Это связано с тем, что у нас не тот уровень сбыта, что у нас не тот уровень доходности на предприятии. Но стараемся поддерживать и материальной помощью. Ну, все, что в наших силах делаем, к сожалению, не всех удается удержать. Но могу сказать, что если предприятию необходимо будет выпустить завтра миллион тонн цемента, то мы это сможем сделать. Ну вот раньше на предприятиях такого уровня, как Рыбницкий цементный комбинат, был соцпакет. В санатории за вредность производства молоко выдавали. И вот как сейчас с этим? И вот что-то сохранилось из этого? Молоко выдают, это требование законодательства. Что касается санатория, то своего санатория у нас не было. Была своя база водыха цементник. Она была на Черноморском побережье, на территории Украины. Сегодня соцпакет – это возможность пребывать и убывать с работы на автотранспорте предприятий. Это достойная заработная оплата в сравнении с другими предприятиями Приднестровья. Это работа в команде, это возможность развиваться, это заграничные командировки. А вот сколько молока в месяц? Ну, молока в месяц до 6 тысяч литров мы выдаем нашим работникам. Это, ну, с одной стороны, может показаться много, но с другой стороны, не так много, потому что работает у нас примерно 700 человек. И большая часть работников по закону имеет право на получение молока после смены. Ну, и мы подошли к вопросу дня. Понимаем, что предприятие работает, развивается, работает над экологическими программами, модернизирует предприятие. И, конечно, интересно, а что в планах? Это вопрос дня и на ответ всего 30 секунд. Для нас это вопрос не дня, для нас это вопрос примерно 3-5 лет. Это в первую очередь реализовать наш экологический проект и завершить его в течение примерно 2-2,5 лет. В дальнейшем нам необходимо реализовать проект по строительству сухой линии производства цемента и таким образом нивелировать наше технологическое и техническое отставание от больших заводов, которые находятся в Украине, которые находятся в резине, которые являются зубрами цементной промышленности и которым мы хоть сегодня по качеству и не уступаем, но по себестоимости продукции нам еще есть над чем работать. Спасибо вам большое. Желаем успеха. Удачи. Спасибо большое. В этом году праздник прошел в Слободеи, были песни казачьи, танцы и, конечно же, выставка местных мастеров. Ну, расскажите, как отмечают казаки этот праздник? С 1998 года мы проводим фестиваль казачьей культуры. С каждым годом мы стараемся сделать это все шире, масштабнее, охватить не только песенное и танцевальное творчество, но и ремесленников, и кухню казачью, то есть, чтобы культура казачьей была открыта шире, и любой зритель, участник этого фестиваля, побывал на настоящем казачьем празднике. В этом году, да, 24-й фестиваль прошел. Решением Совета Атаманов ему было присвоено имя генерала-майора Рябинского Владимира Ивановича. Это человек, один из авторов идеи проведения в Приднестровье фестиваля казачьей культуры. И вот в дань уважения ему мы приняли решение этот фестиваль посвятить его имени. Анатолий Николаевич, Вы лично знали Рябинского? Какой это был человек? Вот как с ним работалось, служилось? Ну да, конечно, я служил больше 10 лет с Владимиром Ивановичем, да, под его началом. То есть он для меня, помимо того, что как атаман, как руководитель мой, но как и наставник, то есть я много узнал от него, подчеркивал положительные моменты о казачестве, о бытии, о традициях казаков. Строгим был, суровым? Нет, он, знаете, грамотный офицер. Интересная личность, всегда было с ним о чем поговорить, хорошее чувство юмора. И что самое меня в нем поражало, я когда пришел молодым казаком служить, то есть вот Владимир Иванович любил казачью культуру, знал много песен, и часто их где-то там за столом, либо в кругу друзей пели песни казачьи, то есть я на это смотрел с удивлением, то есть меня это подушевляло. Но коллектив «Станица» есть и распри, правильно, он же основал 20 лет назад. Да, народный ансамбль казачьей песни «Станица», дал такой толчок казачьему песенному творчеству, и вот они постоянные участники всех фестивалей казачьей культуры, то есть и вот они прославляют казачью песню. Более 20, вот сказали много у вас коллективов, уже более 20 выступили, как вам сам фестиваль удался на ваш взгляд? Да, хочется отметить, замечать, ну, прошел фестиваль на одном дыхании, много было желающих, которые не смогли попасть, многие хотят им недостаточно одной песни, либо танца, они хотят больше раскрыть, но, к сожалению, временные ограничения, но был полный зал, было много молодежи, были суворовцы, кадеты, представители, воспитанники школы «Макаринка», то есть и отрадно, что для молодежи мы вот несем в массы, не только сами для себя поем, танцаем. Ну и увлекает еще и молодежь. Да, привлекаем, потом вот вчера буквально мне люди писали положительные отзывы, спасибо вам за приятно проведенное время, то есть и, значит, мы нашли отклик в душах гостей нашего фестиваля. Коллективы со всей республики, то есть от Каменки до Днестровска. Здорово. Ну, отметим еще угощение, всех угощали традиционными блюдами, это кулеш. Нет, в этом году, к сожалению, была гречка. Гречка? Да. Почему, к сожалению, это тоже было вкусно? Наша изюминка казачья, вот мы, да, возродили такое блюдо казачье, как казачий кулеш, и стараемся, ну, многие не знают, что это такое, да. Так вот, да, мы хотели узнать, что это. Многие знают солдатскую кашу, гречку, да, с тушенкой, ну, а кулеш казачий, ну, в этом году так сложилось, спасибо руководству района Слободейского, Василий Васильевич Тищенко очень постарался, он так ответственно подошел, и работники Дома культуры, то есть сделали поистине праздник. И, да, в этом году была каша традиционная. Вот весной мы проводили детский фестиваль Бандельской крепости, там угощали кулешов, тоже много отзывов положительных. Но гречка не хуже? Нет, конечно, там на свежем воздухе, знаете, когда после насыщенной программы, то... Ну, еще был интересный момент во время праздника, специально для фестиваля Артем Бондель с родными изготовил икону Казанской Божьей Матери, она из спичек, и выглядит так. Трудились больше месяца, на все ушло 250 коробков спичек икону подарила Таману Слободейского округа. На вас произвело впечатление такое произведение искусства? Ну, Владимир Бондарь, он уже давно радует своими подделками. Он из спичек много... Он и в музее наш подарил макет кошек запорожского. Это и... Также икону донскую нашу святыню сделал из спичек. И сейчас вот он молодец, решил подарить это слободейским казакам. И вот наши казаки не только границу защищают, служат, но вот... Творчеством занимаются. Занимаются, конечно. У нас много поэтов, писателей. То есть казаки везде. Всесторонние, да? Развиты, конечно, конечно. Так и подошли к традициям, да? Да, так и подошли, собственно, к традициям. И к вопросу дня. Вот мы только что говорили о преемственности поколения, да? И расскажите, знаем, что для казаков важны традиции и обычаи. Вот как вырастить казака? Расскажите нам. Это вопрос дня. На ответ 30 секунд. В первую очередь своим примером. Вот самый лучший воспитатель — это личный пример, как я стараюсь своим детям. То есть они должны впитывать эту культуру в быту. Это не только должно быть там где-то на формальностях. Это должно быть вокруг, всегда, в доме, на улице. То есть и ребенок при вопросе «Кто ты?» смело должен отвечать «Я казак». Здорово. Здорово. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Сегодня 26 лет Роте Почетного Караула. Ее создали 6 ноября 1997 года. Инициатором был Игорь Смирнов, первый президент Приднестровской Молдавской Республики. Да. Основная задача Роты Почетного Караула — это, конечно же, встречи иностранных делегаций, выступления на парадах, траурных мероприятиях, как и во многих странах. Но у нашей Роты Почетного Караула есть особенность — солдаты РПК. Приднестровье выполняют все специальные элементы боевыми автоматами Калашникова с пристегнутым штыком. В мире больше никто так не делает. Ну и, казалось бы, вот что такого Рота Почетного Караула? Красиво шагают, выполняют сложные элементы, но вместе с тем всем кажется, что это разве служба. И только те, кто на самом деле там служат, понимают, насколько сложно стоять по стойке с мирно много часов, знают, что такое самый сложный кремлевский шаг. И вот у нас Никита Кондратов служил в этой Роте Почетного Караула, поэтому мы знаем о том, как это непросто служить. Ну а нам, конечно, зрителям нравится, как это красиво, как это эффектно, конечно, и мы поздравляем подразделение с праздником. Любители бега закрыли сезон. В это воскресенье, 5 ноября, был легкоатлетический забег, в чьих обручьях его провела Лига спорта и туризма «Хайтрейл». Участвовали взрослые и дети. И сегодня у нас в студии Игорь Буаги, организатор забега, председатель Лиги спорта и туризма «Хайтрейл». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну сейчас действительно модно проводить выходные в стиле ЗОЖ, да, спортивно, активно и как раз-таки участвовать в таких забегах популярных. Несколько было у вас дистанции, 500 метров, километр. Три километра. Три километра, десять, самый большой полумарафон, 21 километра. Да, правильно. Ну расскажите, кто участвовал, кто бегал? Бегал. География участников была следующая. Это участники из Молдовы, Кишинев, Бельцы и с Приднестровья, начиная с Днестровска, с юга. И самый дальний участник из Дубасар. Ну вот 500 метров, мне кажется, бежали все-таки дети. Мало вероятно, что 21 километр ребенок может осилить. Да, в основном фан-дистанция 500 метров, бежали дети, школа-интернат, село Парканы, приехал целый автобус. То есть в основном больше половины участников это приехали, это бежали фан. Фан-забег 500 метров. Сколько всего участников? Около 100. Это большой забег? Для проведения нашего лига любителей спорта хэйтрелл это нормально, 100 участников. Конечно, хотелось бы больше, но стандартно. А как выбирают дистанции участники? Вот как можно определить, я хочу участвовать, как мне выбрать дистанцию? Для новичков, например, может быть, я, например, не быстрый бегун. У меня дистанции на длинные, дистанции гораздо проще. У меня силы появляются ближе к концу. А вот быстро разогнаться, я только разгоняюсь, уже все закончилось. Есть ли какие-то рекомендации, как выбрать дистанцию? Да, я вопрос понял. Дело в том, что есть участники, которые только начинают заниматься любительским спортом, в точности бега. Участник может начать и в 70 лет, да, по рекомендации врача. Кто-то, может, и в 4 года, как был участник на Чеборском полумарафоне, девочка 4 года бежала. То есть все начинается с какого возраста? Если вы бегаете уже давно, любительским спортом занимались, или вы были когда-то профессионалом, или занимались в спортивной школе, это другой уровень. Да. То есть в зависимости от вашей подготовки, вашего возраста, выбираете дистанцию, это состояние, да. Если у вас это восстановительный период, опять же, повторюсь, вам врач порекомендовал заниматься активным образом жизни, то есть это одна дистанция. Я уверен, что это маленькая. Если вы бегаете, готовитесь там на марафон, или на триатлон, или на какие-то крутые соревнования через 2-3 года, вы постепенно нагрузку постепенно увеличиваете. Если у вас второй год тренировки, то вы бежите десятку полумарафон. Ну вот так мы с вами поняли, как выбрать дистанцию по уровню своих способностей, возможностей и даже предписания врачей. Да. А как вы оцениваете таких разных бегунов? Вот как определить, кто победил? Получается... Ты первый прибежал. Да. Ну подождите, может прибежать спортсмен, который там, допустим, действительно спортсмен для него, это просто для разогрева. Кто-то преодолел себя для него, это тоже победа. Как оценивать? Вот, наверное, очень сложно. Это называется возрастные категории. То есть участнику, вот мне, например, 43, я участвую в возрастной категории 40-49 лет. То есть участники, кому от 40 до 49 лет, и он бежит, например, в полумарафон, мы разыгрываем места. Да. И вот самая минимальная возрастная категория до 10 лет, насколько помню, самая максимальная 70+. А дальше мы играем там 1-14, 16, 19, 20, 29. Так, но подвох все равно есть. Смотрите, мне тоже 43, я ни разу не бегала. Моя самая сложная задача — пройтись на каблуках. И вдруг мы с вами бежим в одной категории. Как вы определите, кто из нас лучше? Ну явно не я. Ну правда? И получается не очень-то честно. Смотрите, если вы будете бежать в вашей возрастной категории 40-49 лет 3 километра, мы с вами там не пересечемся, потому что я бежать буду полумарафон. Мне неинтересно бегать маленькую дистанцию. С вами мы не пересечемся. Хорошо. Просто ты будешь в команде любителей. Начинающих. Я буду в команде болидников пока что. Чем хорошо, что вы можете выбирать себе по состоянию любую дистанцию. Да, есть выбор. Так. Ну если говорить о возрастных категориях, вы уже отметили юную бегунью девочку. А также участвовал Валерий Харченко. 75 лет. Бегуну. Он в какой категории? 70+, правильно? Да. 3 километра пробежал за 21 минуту, если я не ошибаюсь. Я даже не помню. Там еще был участник Сукле, и Пономорев Алексей, ему тоже за 70. Ему кажется тоже где-то 75-76. Он бежал 10 километров вообще. Вы их сами приглашаете или они вас находят? Да. Участники самостоятельно регистрируются, самостоятельно выбирают дистанции. Единственное, я занимаюсь рекламой и мотивацией. Сами приходят, регистрируются. А вот еще интересно, я посмотрела на вашем сайте, была информация о том, что участвуют у вас и пара спортсмены. То есть это действительно спорт для всех, и забег для всех. А вот они как соревнуются, как им удается? На этом мероприятии пара спортсменов, к сожалению, не было, пара участников точнее. В прошлом году был участник, а позапрошлом их чаще выступали. Это выбор участника, он может сам выбрать, ну не захотели. Ну понятно, мне просто интересно, что вы вовлекаете всех в это. Почему можно участвовать пара спортсменов? Мы понимаем, пара спортсменов это инвалид-колясочник. В Чебрыщах, у тебя проводила мероприятие в Чебрыщах. Отличная локация, понятно, туристическая, мы все знаем, парк имени Дмитрия Константиновича Родина. Но почему бег по шоссе? Отличный асфальт, ровно, абсолютно поверхность, нету этих возвышенностей. И пара спортсменов очень удобно на коляске, ну на своей коляске будет преодолевать дистанцию. Очень удобно. Ну да, вот, кстати, по какому принципу выбираете места, где проводите забеги? В Чебрыщах, недавно был забег, да, Валя-Дынки и так далее. То есть выбираете не просто удобные трассы, но еще и красивые места? Да. Так, расскажите, как вы выбираете? Ну, некомешное партнерство Лига спорта и туризма «Хайтрелл». То есть само подразумевает слово Лига спорта и туризма. То есть локация обязательно должна быть с туристическим направляющим. То есть это должно быть не просто старт-финиш в каком-то там месте, а обязательно должна быть какая-то история. Обязательно, чтобы была возможность приехать семейно отдохнуть, сделать туризм. Там не все бегут, да, не все в семье бегут, а есть, которые любят просто вот бабушки, дедушки. Вот у меня есть семьи, которые приезжают, они болеют, болеют за одну участницу, а приезжает вся семья, вся машина полная, дети, там, внучки. Ну, постепенно всех затягиваю, бегут все. Как вот пример фамилии Гизей, вот мы говорим про Катю. Там бежит уже две девочки и бежит, насколько помню, бежит иногда папа. То есть там вот так. И брат бежал тоже. Да, брат тоже бежал в километрах. Здорово, здорово. Всех вовлекли. Ну, только вы еще и подумали о том, что делать тем, кто болеет. У них как раз и концерт был, и еще и замок был очень вкусный. То есть вы продумали все, даже для тех, кто болеет, чтобы праздник действительно состоялся для всей семьи. Чтобы было бы интересно. А почему для вас это важно? Мне нравится заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Мне нравится это делать. Мне нравится вообще проводить спортивные мероприятия. Давно к этому шел. Коллега знает, там, рассказал свою историю, да. Как бы я постепенно к этому подходил, учился, брал где-то опыт, смотрел. Как проводят. И мне достаточно одного мероприятия в месяц. Любого, какое вот я провожу, там, или плавание, или забег, или триатлон. И мне нравится, что люди, появляется спортивная культура, оставить след после себя, что вот у нас действительно в Приднестровье есть любительский спорт, количество участников растет. И от этого получают удовольствие. Вообще здорово, что так можно отдохнуть. Да, это отдых, на самом деле. Но мы об этом сказали, что вот все, финал, да, это закрывается сезон, вы в отпуск? Сейчас, на сегодняшний день, я восстанавливаю, восстанавливаюсь. Но я думаю, с завтрашнего дня, до конца месяца, будет согласована календарь на следующий год, на 2024. С марта по ноябрь опять. Увидимся в следующем году, так скажем, да? Да, конечно. Ну и мы подошли к вопросу дня. На ответ у вас всего лишь 30 секунд. Почему стоит участвовать в забегах? Расскажите. Что скажете тем, кто сомневается, но хочет участвовать? Человек получает удовольствие от того, что он преодолевает свою дистанцию. Он поставил какую-то цель, он ее получил на финише медальку. Туда приезжают люди мотивированные, которые готовились к этому мероприятию. Они жаждут этого. Игорь Васильевич, то есть я предоставляю эту возможность. Они это получают. Они получают это удовольствие. Медалечку, потом грамота, награждение, элемент соревнования, элемент удовольствия с точки зрения туризма. Они посмотрели по локации, просмотрели. Мы обязательно кормим шурпой вкусной. Соревнования всегда работают фотограф. Будут интересные фотографии. То есть памятный отпечаток, память обязательно будет о мероприятии. То есть букет всех этих моментов удовольствия. Естественно, это развитие спортивной культуры, как я говорил. То есть все накладывает, что у нас появляется спортивная культура, и можно получить удовольствие от активного отдыха, от активного образа жизни. Не только пойти покушать и потанцировать. Но это еще такой момент преодоления себя. Я смог, я пробежала одну дистанцию, через месяц еще одну, так смотри, через год уже пробегу полумарафон и марафон. Таких примеров у меня на мероприятии очень достаточно. Вот на Чеборском полумарафоне Алифтина, она впервые пробежала в полумарафон. Девушка никогда не занималась легкой атлетикой, бегом. Она за каких-то год-полтора пробежала в полумарафон. Здорово. Отличная история. Вот он классный стимул. Начинайте, и получится в пятом полумарафон бегать. Спасибо вам большое. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Но мы продолжим обсуждать события выходных дней. В субботу, 4 ноября, отметили канун Дня милиции. То есть состоялся такой большой праздник в Екатерининском парке. Фишка этого события – выставка ретро-мотоциклов. Встречал гостей легендарный ВАЗ-2101 1986 года. Это та самая копейка, на которую же заезжали советские милиционеры. Кроме того, также представили коллекцию советских мотоциклов «Легендарный Ява», «Днепр-Восход». Все эти мотоциклы отреставрировали. Они находились на штрафстоянке МВД, поработали. И теперь они приобрели новый вид. И теперь, конечно же, их представили на выставке в Екатерининском парке. Решили показать всем гостям. Всего отреставрировали 12 мотоциклов, но на выставке представлено было 9. Ну и какой же праздник без полевой кухни? Была гречка с тушенкой, был чай с лимоном. И для детей была викторина. Были вопросы о милицейских званиях. Или, к примеру, нужно было быстро ответить, как зовут министр внутренних дел. Подарок, конечно, дарили футболки с логотипом «Динамо» и сладости. А еще звучали современные и ретро-хиты в исполнении ансамбля «Днестр». Да, но мы отметим, что «День милиции» празднует 10 ноября. Двигаемся далее. Есть еще несколько событий. К примеру, в театре «Премьера». Первое в этом сезоне показали рок-мюзикл «Моцарт и Сальери». До этого уже показывали на нашей сцене театре мюзиклы, но в исполнении рок впервые. Поэтому стоит это отметить в роли Моцарта Дмитрия Джурински, Сальери, Дмитрия Ахмадеев и, собственно, режиссер этого спектакля. Что хочется еще отметить, большое количество артистов на сцене, практически вся труппа. Кроме того, были еще юные артисты, совсем маленькие, начинающие, танцоры коллектива «Айна» и также музыканты. В общем, получилось очень ярко и масштабно. Ну, а школьные каникулы заканчиваются. Сегодня в Стройницах финальный день лагеря. У ребят тур по северу республики на три дня. Ночевка на турбазе. В программе «Осеннего лагеря» еще и «Рашков» и «Выхватинцы». Монастыри, синагога, башня ветров, прогулки по лесу, обед на костре и песни под гитару. По всей стране для школьников экскурсии, мастер-классы и лагеря. Для бендерских учителей тоже экскурсии по республике с севера на юг. Сегодня-завтра в программе «Слободея и Чобруча» в школу 8 ноября. Это был «Вопрос. Где» в студии работали Вилета Ганина и Татьяна Аврамогла. Ну а мы, напоминаю, не забывайте просматривать наши новости в Вайбере, Телеграме, Инстаграме. Там всегда интересно. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова